Бунт в СИЗО номер один. Около ста заключенных отказались повиноваться конвоирам и устроили потасовку с сотрудниками ГУФСИН. По данным правоохранительных органов, жертв нет. Но учреждению нанесен значительный материальный ущерб. В ходе конфликта снесено две стены. Как все было? Хронологию событий попытался восстановить наш корреспондент. Волнения в СИЗО номер один начались еще днем. Накануне бунта в СМИ начали поступать звонки от осужденных и их родственников с жалобами на плохие условия содержания, отсутствие медицинской помощи, теплоснабжения в камерах и еды. Это что? Это так называемая каша. На молоке? Нет, какой молок. Тут вряд ли. Нет молока. Стол сытается, лавочка, вот она. На нее сел и держишь еще равновесие, чтобы не дай бог не упасть. Размеры на армии соответствуют установленным стандартным размерам. Обстановка накалилась к полуночи. По данным ГУФСИН, акцию протеста начал один из осужденных. При котором был сотовый телефон. Несмотря на то, что аппарат входит в список запрещенных в СИЗО предметов. Заключенный отказался выполнять требования конвоиров выйти из камеры. Кроме того, он убедил других арестантов взбунтоваться против сотрудников изолятора. Спецконтингент в соседней камере начал стучать в двери, лить воду в коридор, устраивать задымление путем поджога клочков ваты из матрасов и призывая других осужденных поддержать акцию неповиновения администрации учреждения. Позже к протесту подключились еще около сотни человек. Информация о том, что порядка 30 человек вскрыли себе вены, не подтверждена. Завязалась потасовка. Спецслужбы взяли СИЗО в отцепление. Перекрыли ближайшие дороги. Было нельзя проехать по улице Российской, от улицы Труда до проспекта Победы. Позже главный прокурор области Александр Войтович сообщил, инициатором волнений стал заключенный верхнеуральской тюрьмы, которого привезли в Челябинск в качестве свидетеля для участия в суде по делу о беспорядках в 6-й колонии Копейска. То, что мы требуем, это обоснованно жилетом. Поэтому мы просим сюда журналиста, чтобы заказать свою правду. Тогда, в 2012-м, осужденные тоже жаловались на плохие условия содержания и вымогательства. Параллель бунтов СИЗО номер один также проводят с предстоящим осуждением экс-начальника 6-й запретки Денисом Механовым. Совсем скоро ему должны вынести приговор. Также, по данным ФСИН, стало известно, что в связи с волнениями в первом СИЗО в Челябинск вылетает комиссия Центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний.